И в тот момент, когда вы уже сможете наставление принимать от просто человека, который занимается духовным прагом, и видеть в нём святого, тогда вы доходите до возможности иметь духовника в своей жизни. Это очень долгий путь. Попробуйте сейчас кому-то поверить. Вот придёт человек, вы поверите, что он святой? Нет. Вы тысячу проблем в его глазах просто найдёте, тысячу изъянов. Потому что душа сначала настроена, когда душа материальное осознание имеет, она настроена искать недостатки, а не святость человеку. Вот сначала первые три дня на фестивале обычно все, ну или многие, смотрят, что здесь не так. Ходят и смотрят. И у нас очень много работы в администрации. Спят ночами, не спят. А потом все начинают смотреть, что здесь так. Они забывают, что здесь не так, им уже всё равно. И они счастливы ходят, смотрят на то, чтобы побольше получить от фестиваля счастья. Понимаете? То есть сначала душа хочет видеть недостатки. Поэтому ей трудно понять святость. Очень трудно. Двигайтесь дальше. Сейчас, я ещё не закончил свой рассказ. Двигайтесь дальше. Двигайтесь дальше. Понимаете, вы поймёте, что есть в этом движении два пути. Два пути. Один путь — это общаться с равными, с теми, кто есть рядом с тобой. Среди равных находить тем, кто тебе советы будет давать, кто станет старшим для тебя. А этот старший тебя подведёт к ещё более старшему. Ещё более старшему. Это один путь. А второй путь — это ты поклоняешься Святой Матроне, потом раз поклоняешься её знакомым кому-то там, ещё святым другим. И постепенно доходишь опять уже сверху до того, чтобы поклоняться к живому духовному наставанию. Есть три типа отношения со старшими. Первый тип — уважение. Надо уважать всех старших. Начиная с родителей, заканчивая просто от учителей каких-то там, которые дают тебе материальное знание, любое. Второй тип отношений со старшими — это почтение. Это выше, чем уважение. Почтение означает, что ты принимаешь советы от старших. Уважение не означает, что ты принимаешь советы. Ты просто уважительно относишься к человеку и даёшь ему право иметь его точку зрения. И эту точку зрения уважаешь. Но не обязательно, что она будет твоей. А почтение означает, что ты в любом случае принимаешь точку зрения и размышляешь на эту тему. Хоть тебе трудно как бы полностью её принять сразу. Но ты размышляешься, ты пытаешься принять это всё. Но есть ещё предание — третий тип уважения. Когда человек не размышляет. Но если вы предадитесь не тому человеку, то вы деградируете. Поэтому предание не сразу. Вы говорите, дайте мне духовного учителя, я хочу предаться кому-то. Но вдруг это не то, что тогда? Ваша жизнь себя пойдёт под откос. Поэтому сначала человек должен изучать, что такое святость в какое-то время. Через тех святых, которые там высоко, и тех близких, которые рядом, постепенно изучая, что такое святость, вы осознаёте, кто может быть вашим духовником. И потом, когда вы уже это осознали, у вас видение духовных качеств развилось, тогда вы можете уже предаться Личности, исследовать его наставления всю жизнь, получить духовное посвящение. Получить посвящение означает предаться. Следующий вопрос. Да, вот ваш, вы. Да, микрофончик. Микрофончик. Микрофончик бегает. Можно ли слушать молитвы, когда я убираюсь в квартире? Да, можно слушать молитвы, когда я убираюсь в квартире. А когда на ночь засыпаю? На ночь засыпаю, включать на всю ночь. Я ночью просыпаюсь, слышу голос святого человека опять заснуть. Супер. Духам тоже нравится. Не успокаиваются все. Стык люди, всем нравится. Можно ли вообще за близких молиться? Например, здоровое желание. Вот смотрите, вы концентрируете на святом человеке, думаете о нем, я хочу тебе служить. Но близкий это тот, кто находится в вашем сердце. Вы связаны с ним одним источником счастья. И когда счастья не хватает на двоих, то вы беспокоитесь о нем. И когда вы думаете о святом человеке, не думаете о том, о ком беспокоитесь. Просто молитесь святому человеку, но вы знаете, что вы молитесь за него. Знание это не надо убирать в свое сердце. Вы знаете, что вы молитесь за него. Но вы молитесь, думаете только о святом человеке. Постепенно беспокойство об этом человеке в сердце тает, 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 тает. Потом, бац, нет беспокойства. Все. Вы выполнили свое задание. А может даже у вас придет знание, что ему делать, и вы ему сказать можете. Скажите, пожалуйста, как можно молиться на иностранном языке? На иностранном языке? На арабском, да. Можно. Для этого надо узнать перевод. Обязательно язык выучить? Нет, надо просто перевод молитвы узнать и все. Вот допустим, Аллах это иностранное слово или наше? Так, поднимите руку, кто считает, что Аллах это наше слово, мое? Вот все мусульмане сейчас поднимут руку, скажут, что это наше слово, родное. Хорошо. Кто считает, что Иисус это наше слово, родное? Он же еврейское. Нет? Русское? Русское слово. Хорошо, согласен. Кто считает, что Кришна это наше слово? Русское. Все имена Бога русские. Все имена Бога русские, потому что Бог духовен, он не принадлежит никакой нации, культуре, он духовную природу имеет, вне национальности. Поэтому молитва, если она из имен Бога состоит, она интернациональная, она не чужая. Еще какие-то вопросы? Да? Не найдешь голос святого мусульман? А голос можно найти вообще людей, которые... Иисус суры, и вот те, которые просто читают... Можно вот, а они хорошие эти люди читают, которые или нет? Знаете, у мусульман просто есть одна вещь важная. Мусульмане настолько скромные, что они не называют себя святыми просто, и все. Но это не значит, что не надо включать волосы, понимаете? А? Да, можно включать, и супер все будет. Субтитры создавал DimaTorzok Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, если в таком месте с многими близкими людьми, то как правильно выбрать, за кого молиться сегодня? Не за кого? Просто думайте о святом человеке. Все пойдет по сторонам, по всем, сколько надо. Обо всех вспомните и молитесь святому человеку. Что означает делать что-то для Бога? Это просто какие-то дела, представляете, делать что-то для Бога делаешь? Или это какие-то... Это все какие-то дела. Вот я сегодня с утра молился и думал, я хочу лекцию для Бога прочитать. Сегодня я об этом думал. То есть нет таких конкретных... Тогда Бог начинает помогать, дает ей силы. Есть конкретные, например, водку продавать для Бога нельзя. Курить для Бога нельзя. Изменять жене для Бога нельзя. Но есть вещи, которые нельзя... Богу не нравится, ему не хочется, чтобы мы это делали. Это нельзя для него делать. А обычно строить дорогу можно для Бога, дом строить можно, одежду шить можно для Бога. Делать пищу какую-то, святомную. Вас устраивает такой вариант? Можете молиться. Классно? Это 99 имен Аллах. Переписать в интернет на ибрике 99 имен Аллах, а я сразу REGIS. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий вопрос Андрей Геннадьевич, можно вопрос касаемо молитвы и голоса святого человека То есть я правильно понимаю, можно читать православную молитву под голос святого человека и с другой духовной традицией? Я думаю, что да, но в данном случае я не являюсь авторитетом, а надо у батюшки спросить, у наставника православного Он вам скажет что-нибудь другое? Я не наставник в этом плане, вы же видите, что я вообще, то есть, я обычный человек У меня свое мнение есть на этот счет Ну то есть, ваше мнение какое? Я ваше мнение спрашиваю Мое мнение? Не скажу Спасибо Лучше вот, что, вам не нравится, что ли? Как называется? Вы меня православные люди спрашиваете, как называется? Вы что? Богородица, дева, радуйся Ну берите, вот, 50 вариантов будет Пора заканчивать? Ого, уже, уже Уже пора заканчивать все Сейчас будем петь, где-то сбегаться Уже третий час, я забылся немножко Видите, духовная тема, видишь, погружая Да, это была последняя лекция, вот моя тематическая по семейным отношениям Будут еще две лекции у меня по здоровью и две лекции для мужчин специально Я их там буду ругать Все мужчины придут и будут слушать, потеть Спасибо Спасибо